Волга ГАЗ 3110 – уставшая, печальная, гниющая где-нибудь на обочине. При взгляде на такой экспонат она как будто говорит нам – убейте меня уже, я хочу в утилизацию, мне нет больше места в этом мире. Но иногда такой машине выпадает шанс на миллион встретить того, кто даст этой технике вторую жизнь и потратив море труда и времени превратит ее в нечто особенное. У нас именно такой случай. Итак встречайте друзья, Волга Бигфут на стиле СССР, Погнали! Привет-привет, с вами Ревьмашинц и ваш привычный голос за кадром. Сегодня мы с вами отправимся в Вязьму – небольшой городок Смоленской губернии, чтобы пристально изучить вот этот интереснейший экземпляр. Создатель этого чуда Алексей занимается тем, что конструирует и воплощает жизнь разнообразных технических монстров – от самоката и стримера до вот таких вот огромных бигфутов. Надо сказать отличное хобби у человека, ну а что, кто-то любит дотку погонять в свободное время, а он вот такими вещами занимается. Основа этого проекта, как я уже говорил – ГАЗ 3110, машина как по мне изначально грустная, но в этом исполнении она прямо таки новыми красками заиграла. К тому же надо понимать, что Волжаночка – это такой советской люхаре – образец комфорта того времени, поэтому с практической точки зрения выбор этого кузова вполне оправдан. Большой и довольно удобный салон, мягкие и комфортные диваны, мощная печка, в общем я чувствую на оффроуде сегодня мы будем ездить как и роли, в отличие от спартанских условий всех других многочисленных вездеходов на нашем канале. Но перед тем как ехать на оффроуд, по традиции смотрим как тут все наворочено, а оно здесь все довольно интересно, хочу заметить. В основе этого монстра рома от УАЗика, правда ее пришлось изрядно удлинить, с этой целью она была безжалостно разрезана и были варены удлинители. Асты опять же стоят от УАЗика. Привод на них идет сразу через две раздатки – от УАЗа и от Шишиги. Две раздатки обеспечивают очень серьезное понижение оборотов, а значит мощный крутящий момент, что для таких огромных колес очень важно. Также плюсом идет то, что в раздатке у Шишиги есть межосевая блокировка. Мотор обычный ГАЗ-402, бензиновый объемом 2,4 литра. Его достоинство в том, что он достаточно надежный и эластичный, но как он ведет себя в этом монстре мы еще посмотрим. Очень большая работа была проделана системой управления. Чтобы провернуть огромные катки здесь реализована полноценное гидравлическое управление. Стоит насос от 131 Зилла и гидравлический цилиндр от ГАЗ-66, который поворачивает колеса. Сами колеса от краза обтежника, так называемые ободрыши, то есть все лишнее в протекторе здесь было попросту срезано. Колеса на бедлоках, давление 0,2 атмосферы, плющатся неплохо, в общем самое то для оффроуда. Кстати сам кузов был переделан в своеобразный пикап, теперь там очень любят кататься пассажиры. Ну а внутри все без изменений, все та же комфортная волжаночка. Ну что, поехали прокатимся? Пока мы катались, владелец рассказал нам, что на создание этого проекта его вдохновил небезызвестный вездеход Шер. Но что поделать, если бюджетный вездеход не 6 миллионов рублей, а 1200-300. Вот в таком бюджете как раз и получилась наша Волга. Машина уже успела пройти самые жесткие испытания, и в целом на удивление конструкция получилась удачной и надежной. По дорогам общего пользования на ней конечно особо не покатаешься, вопросы от ГАИ могут быть, да и понижение получилось такое, что максимальная скорость примерно 50 км в час. Зато в качестве эдакого доступного и эффективного вездехода машина вполне имеет право на жизнь. Ребята гоняют на ней по самым жестким с точки зрения оффроуда места, на рыбалку, охоту, забираются куда только захотят. Теоретически машина даже может бежаться на воде. Наверное форсировать реки не получится, но радует то, что в болоте уже не утонет точно. За счет того, что вес у машины гораздо ниже, чем у той же шишиги, едет на оффроуде машина очень бодрая. Но тут никаких чудес – полный привод, огромные колеса на низком давлении – это всегда беспроигрышный вариант. Не хватает правда центральной системы подкачки колес, здесь бы она пришлась как нельзя кстати, но впрочем не исключено, что здесь она все таки и появится в дальнейшем. Ну что, полез за руль попробую как оно, чтобы рассказать вам о своих первых впечатлениях. Модный пуск с кнопки, ага это прямо таки заявка на победу. Трогаемся со второй, даже для пересеченки крутящего момента хватает, чтобы трогаться со второй. Первая скорость на самые засадные места. Как я говорил, мотор очень тяговитый, тем более, что понижение большое, получилось прямо как дизелек. Очень понравилось как машина едет по неровностям, у хаба проходится очень мягко за счет длинноходной подвески и огромных мягких колес. Особенно приятно идет машина, если давление стравлено. Правда раскачка серьезная, иногда кажется, что плывешь на каком-то баркасе в шторм, а если попасть в резонанс, то можно и вовсе распрыгаться очень прилично. Особенно хочется отметить управление, сразу видно, что вопрос проработан очень серьезно. Огромные колеса от краза можно поворачивать буквально одним пальцем, это большое дело для вездехода. Ну и в общем первые впечатления от машины очень хорошие, тем более если учесть весьма скромный бюджет постройки. На удивление здесь удалось добиться приличного уровня комфорта. Это и мягкая длинноходная подвеска, и большой комфортный салон, и отличное гидравлическое управление. Предвидев ваши гневные комментарии, что для съемок такой машины нужен серьезный оффроуд, а не просто по полю горцевать, мы задались целью найти достойное внедорожное препятствие для нашего зверя. Как назло, в этой местности мы нашли лишь огромное поле и немного раскисших проселков, что как вы понимаете не представляло никакой сложности для машины, поэтому было решено искать дальше. Вообще нужно понимать, что техника конечно же не всемогущая, засадить при желании можно даже ее. Как рассказал нам владелец, один раз у него это получилось, при попытке преодолеть самое настоящее болото. Машина попросту увязла в трясине и доставать ее оттуда пришлось с помощью шишики. Вдоволь покатавшись по полям мы наконец-то обнаружили более менее интересное местечко – топкий разлив небольшой речки с мостиком через него. Первым делом мы испытали прочность мостика. Честно говоря мы надеялись, что он развалится, чтобы посмотреть что будет дальше. Но раз нет, то в качестве хоть сколько бы то ни было серьезной задачи для Бигфута, было решено форсировать речку прямо в самой широкой ее части. Как видите машина преодолевает препятствия вообще без проблем, лихо перевалив через водную преграду и лишь недовольно отфыркиваясь от внезапных водных процедур. А сейчас испытаем технику, так сказать, на ее прорывные качества. Да-да, будем рубиться прямо через деревья. И опять же предвижу гневный камень из защитников природы, мол за что деревья это таранить? И мы даже сказали об этом хозяину, но на наши робкие возражения нам объяснили, что эти деревья все равно будут корчеваться, так как это поле под разработку и дальнейшее засеивание. Ну что ж, тогда пробуем. В общем вездеход конечно же идет на правом как надо, дури у него хоть отбавляй, но все-таки деревья нам отомстили, разбив люстру и выдрав с корнем зеркала. После близкого знакомства с этой техникой хочется отметить, что вездеход получился очень достойным за свои скромные деньги. На бездорожье едет как надо, конструкция простая и надежная, агрегаты все известные и популярные, запчасти с легкостью можно найти в любой более-менее крупной деревне. При всем при этом он реально комфортный, приличный салон, мягкость подвески и колеса на низком давлении позаботятся о сохранности вашей пятой точки, а шикарное рулевое и вовсе дополняет картину этих лакшери опций. Но как бы то ни было у хозяина техники еще больше грандиозных планов по созданию других шедевров, так что этот бигфут он продает за скромные на мой взгляд 300 тысяч рублей. Я оставлю его страницу на драйве в описании, там еще много подробностей о технике и процессе постройки, так что если любопытно прогуляйтесь по ссылкам. А сейчас по традиции жду в всех комментариях, как вам техника друзья, достойный аппарат или лютое издевательство над волгой? Как еще на ваш взгляд прокачать этот бигфут? Пишите ваше мнение! Ну а пока пришло время не надолго прощаться, спасибо, что смотрели друзья, подписывайтесь на канал и включайте кнопку колокольчика, если вы хотите всегда узнавать о наших новых роликах. Оставайтесь с нами, впереди много интересного, до встречи!